Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Первое послание Коринфянам, 15 глава, 33-34 стихи. Не обманывайтесь, худые сообщества разращают добрые нравы. Отрезвитесь, как должно, и не грешите. Ибо к следу вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога. Апостол Павел пишет, коринфянская церковь, верующие люди, называют святыми. А некоторые не знают Бога. И далее перечисляют все, что у них там делается. Две тысячи лет на разных языках мира проповедуется это слово. Я хотел сегодня заострить внимание на слово постоянство. Константы. Константин. Это постоянно переводится ровно. Идет измена. Измена везде. Почему? Нарушение порядка. Бог так установил, что в семье порядок муж глава, жена подчиненная, дети слушаются родителей. Ну и так, церковная, дьяков, священник, епископ. Везде существует порядок какой-то там. Президент, отдельные области, губернаторы. Враг все это разрушает. Вот мы сейчас посмотрим, можем ли мы устоять в этом гадении, когда люди друг друга не признают никак. Только о том, чтобы его не было на земле. Взрывают, убивают. И вчерашние друзья сегодня друг друга люто ненавидят. Считать даже страшно. Книга Левит, 13 глава, 3 стих. Третью книгу Моисеева. 13.3 Священник осмотрит язву на коже тела. Если волосы на язве изменились в белые, и язва оказывается углубленную в кожу тела его, то это язва проказа. Священник, осмотрев его, объявит его нечистым. Главный врач священник. Это свирепствующая болезнь на юге лепра проказа, неизвечимая. Говорят, что японский ученый Медсуда изобрел какую-то вакцину. Ну, насколько это достоверно, сегодня даже проверить нельзя. Но люди стали издешиваться от нее. Нельзя прикасаться. Он должен быть за пределами города, за пределами селения. И Бог за этим наблюдает. Главное, это священник, врач, приходит, показывает, как углубление там, заживляется или не заживляется, рано, как вот у меня было здесь. Стали смотреть, все увидят, потому что осталось там инородное тело. Другого выхода нет. А я не хочу идти, или мне некогда. Да может, пройдет. Нет. Строго-сурово смотрели за этим. И что мы сегодня даже не в Конституции где-нибудь находим. Нарушение, кажется, незначительное. Смерть. Приговор смерти. Сейчас смерти нет нигде, ни за что. Хоть сто человек убей. И все равно нету меморандума. Подписали такой. По слову Божию, и так. Мы сейчас несколько мест найдем в Писании. И скажем, а можно ли это вернуться? В частном порядке, да. А в всеобщем обществе, вот сейчас бы сказали, какое государство, которое все силы прилагает, чтобы жить по слову Божию, по Евангелию. Не знаю. В Англии был такой? Ну, сегодня я не знаю. Это каждый день мы должны видеть. Вот если слово Божие соблюдается, полиция, милиция не нужны. А зачем? Все исполняют. Замки не нужны. Вот это было в Китае. А если кто-то зайдет, зайдет, посмотрел, никого нет, взял. Взял булку хлеба. Вышел и делится с другими товарищами. Четверо. Смотрите, как погодил, слышит хлопок. Все в четырех расстреляли. Двери открыты, никто не трогает. Все. Трупы показаны. Нам Господь показывает более суровое наказание, вечная мука. Отступить от Бога, изменить веру своей, православной. Это смерть. Ну, сын не слушается родителя. А что она мать сделает? Отцов отец. Да я пробовал, наказывал, и он все из дома толще пьет. А, проматывает отцовское имение. Нужно сказать старейшим города. Родители подтвердят, да, так и было, мы так написали заявление. Сын стоит здесь. Выводят за город, они положили руку на голову его. Мать и отец. Мы тебя сто раз предупреждали, а ты не слушал. И отошли от него. Каждый гражданин города обязан взять камень и ударить его. И там большой колу сверху будет. Учителя будут детей водить, показывать. Вот что такое непослушание родителям. Вот он наркоман, он не знает, что с ним делать. Я не призываю, я говорю. Это слово Божие. А как? Здесь более сурово. Он не слушается их. Этот человек в церкви не может быть. Он ходить может. Он молиться может. Но считать себя христианином, приступать к великой таинственной вечере Господней, он не может. Потому что он не член церкви. Говорят, всякая власть от Бога. Какая власть? Первая, самая главная власть, это Адам и Ева. Дальше дети. Власть родителей над ними. Я сейчас сказал, что за это есть. Но это можно как-то восстановить. А спрашивает, я согласен. В школах там сегодня что учат, показывают, не приведи Господь. Многие в Москве везде, это уже давно так. Сейчас на порядке. Учат, экзамены сдают. И что нужно сделать? На первом этапе попытаться самим. Утром не просто так. Ты там иди в другую комнату, помолись. Нет, ты с ним встань. Разбуди пораньше. Если не сейчас, то когда? Когда? А он долго вечером не спал. Положи их. Вот мы в лагерь вставали в пять. Так эти дети-то отовсюду приезжали. Я спрашиваю, а сколько вставал? Когда? Как? Все. Когда? Как? Значит, расписания нету. В двенадцать, в час. А где он ночью был? У нас колокол ударил, все соскакивают ребятишки. И уже через два дня полное подчинение. И теперь, когда встречаются с миром, как мне это сгодилось. И в армии, и везде. Меня не надо было толкать. Он научился признавать власть, которую Бог установил. Я говорю о семейной жизни. Числа. Пять. Двенадцать и двадцать. Мы много будем считать, потому что это Слово Божие. Не всегда мы дома читаем. Так, пространственно. Объявися нам, Израилевым. Скажи им, если изменит кому жена, и нарушит верность к нему, и приспит кто с ней, и излиет семя, и это будет скрыто от глаз мужа ее, и она оскорнится тайно, и не будет на нее свидетеля, и не будет уличена, и найдет на него дух ревности, и будет ревновать жену свою, когда она оскорнена, и найдет на него дух ревности, и он будет ревновать жену свою, когда она не оскорнена, Пусть перейдет муж жену своим к священнику. Так, смотрите, по-другому читаю. Сегодня так и есть. Доказательств нет, лабораторным путем исследовать не будут. Не искать по каким признакам, какой был муж. Просто нашла ревность. Я не знаю, почему я тебя подозревала. Нигде я не была. Ничего не могу сделать. Пошли к священнику. И вот начинаю смотреть лекарства. Где они это лекарство брали? Свидетелем может быть пыль. Если не примут, отвесите прах сток ваших. И это будет восвидетельство в судный день. Почему? Если там ты не был, а там случилось несчастье большое, кто-то убит кем-то, и ты попал в подозрение, у тебя будут исследовать одной пищите на подошве. Был на той земле или не был. А там земля другая совсем. Здесь точно так же. Считаем дальше. Пусть приведет муж жену свою к священнику и принесет за нее в жертву десятую часть ефы очменной муки, но не возвевает на нее еле и не кладет ливанов, потому что это приношение ревнования, приношение воспоминания, напоминающее о беззаконии. А священник пусть приведет и поставит ее пред лица Господне. И возьмет священник святой воды в глиняный сосуд. И возьмет священник земли с полу скини и положит воду. И поставит священник жену пред лица Господне. И обнажит голову жены. И даст ей в руки приношение воспоминания. Это приношение ревнования. В руке же у священника будет горькая вода, наводящая проклятие. По порядку, смотрите, перед Господом. Там ковщик есть, туда не заводят, ну лицом повернутся туда, вот мы на восток всегда молимся. И теперь наступил для нее момент. Вот сегодня, если там, ну, разное обеззараживающее лекарство, все там дезинфицируют, то здесь наоборот. Самое посещаемое место в мире, и где-то, трижды в год должны были являться весь Израиль. А эти вещи идет там миллионах людей. Все они там нанести со своими ногами. В каком месте брать? Ну, ясно, там, где идут они, в храме. Положить воду, пить. Да как оно не вспухнет-то? Все микробы мира, вся лаборатория не рассчитается, что там есть в этом. Перед Богом. А если получится так, что вспухнет живот, оно не виновно. Нет этого момента. Нет перед Богом. Думаешь, ну, почему Господь, когда исцелить надо было, плюнул, взял в землю и помазал. Сегодня десятки раз дезинфицируют, промазывают, чтобы микроб не попал. Наоборот, землю... У нас бабушка бывает тяпает что-то, порежет ногу или что-то, она сразу плюнет, землю возьмет, потерывает. Больше ничего нету. Что-то вера делает? Или в земле такая целительная сила? А вот это константа постоянства. Доверие Богу. Ничего не изменяет. Я верю, другого, мне кажется, не будет. И далее. И заклянет ее священник и скажет жене, если никто не приспал с тобой, и ты не осмельнялась, и не изменила мужа своему, то невредима будешь от всей горькой воды наводящей проклятие. Но если ты изменила мужа твоего, и осмельнилась, и если кто приспал с тобою, кроме мужа твоего, то, тогда священник пусть заклянет жену клятву и проклятие, и скажет священник жене, да предаст тебе Господь проклятие и клятве в народе твоем, и да соделает Господь лону твою опавшим и живот твой опухшим. И да пройдет вода сия, наводящая проклятие во внутренность твою, чтобы опух живот твой и опал лону твое. И скажет жена, аминь, аминь. Видите, чрево, лоно, что имеет под дурно, лоно опало, выше чрево или ниже. Дело в том, что она сразу это почувствует. А почему? Постоянство верности. Вот смотришь, сегодня, ну в газете можно это увидеть, мусульманин поехал на курорт, он не один, и она в щедро это одета, как будто мешок какой-то тащит за собой. И нигде ни на одну минуту нету. Ну женщина же будет купаться специальный костюм, особая одежда, которая сразу промокает. Загорожена забором, ниоткуда не видать. И дежурная женщина, там полицейский, кто? Почему здесь ничего этого нету? Где она была в отпуске? Какая вода идет она? Ее разорвет сегодня, когда она приедет-то? Мне тут недавно вышли по интернету, он у меня хороший человек, прямо хороший. Я хочу вот быть священником, и священник тут же стоит. Вот спросить хотели, вы за него рущаетесь? Я рущаюсь за него, но ты женат, ты женат. А жена у тебя бывает где-то во время отпуска? Да. А было так, что ты узнал, что она была не одна? Да, кандидат уже сняты. Ты не можешь быть священником. Только поэтому. Слава Богу, они послушались. Никак. А один единственный путь, чистота и святость, иначе ничего у нас не будет. Да никто на эту святость не смотрит. А ты иди и делай. Константа должна идти, прямая линия. 1 Иезда 6.11 Мною же дается повеление, что если какой человек изменит это определение, то будет выруто бревно из дома его, и будет поднят он, и пригвожден к нему, а дом его зато будет обращен в развалины. Закон от царя вышел. И кто против закона будет, вот что делать. Вытащить бревно. Так бревно там, все самое разломать, его пригвозить, прибить там или пихой, или чем. А зачем это? Тут не объясняется. Можно догадаться, чтобы все видели, знали, мимо развали, шли и понимали, как необходимо слушаться. Не просто там каждый критикует. Ну это закон. Мы считаем, эти слова до нас зашли через тысячи лет. Есть теперь 8.8. Напишите и вы, о иудеях, что вам угодно от имени царя, и скрепите царским перстнем, ибо письма, написанного от имени царя, и скрепленного перстнем царским, нельзя изменить. Это сегодня как? Вот если бы закон правильный был, не меняли они его постоянно, прямо от этого бы взяли. А то они всякая власть от Бога. Любили уполномоченные по религиозным культам. А почему эти власть от Бога не знали? Не знали разве, что такая есть 13 глава Римля? Зачем взяли царя семейства? Девушки, не познавшие мужа, ни один варвар этого не делал, не убивало. Всех расстреляли. Теперь они узнали, а то разве не от Бога, помазание Божие было, а вы откуда взялись? Ну сказать нельзя было, иначе ты туда же пойдешь. Псалом 40-й, 4-й стих. Господь укрепит его на отре болезни его. Ты изменишь все ложь его, болезни его. Изменить не его, а ложь. Вот какое выражение. Тебе было тепло, спал под одеялами, боялся высунуться на свежий воздух. Все изменилось в ложах. И поднимет тебя на ноги. Болезнь вещается не одними лекарствами, не одними врачами, но главное Богом. Вот мы молились, и Господь услышал. Зараза дальше не пошла. Нам сообщали, сестра наша летит из Ливана. Как трудно пройти сейчас, только через Египет. А там дальше еще как-то, в Москву. И сейчас только сообщили, уже в Алтайском крае. Купили дом, до этого еще был успестный. Из Ливана. Молитва услышана. Михаил, она и Елена. Да благословит их Господь. То есть, она уверовала. Ему уж уверовала, но открыто ему нельзя было. Иначе это обошлось бы ему там очень дорого. Мусульманская страна. Милостью Божию. Так. Исайя 24, 5. И земля свернена под живущими на ней, ибо они приступили законы, изменили устав, нарушили вечный завет. Закон, конечно, божественный был. И который современный закон, тоже надо прислушиваться. Ну, а там мы здесь, как там, мы на Конституцию не нарушаем. Вот сказали, не курить, там и другое, посторонним. И что? Где это противоречит Конституции? И никто не нарушал, не считая тех, которые приезжали, приезжал в спецназ. В 18 я был, там не курили, а вот тут были, как с этого угла деревни, стояли, курили, да и. Исайя 59, 13, 18. Мы изменили и солгали пред Господом, и отступили от Бога нашего. Говорили клевету и измену, зачинали и рождали из сердца лживые слова. И суд отступил назад, и правда стала вдали, ибо истина приткнулась на площади, и честность не может войти, и не стала истины, и удаляющийся от зла подвергается оскорблению. И Господь увидел это, и противно было очам его, что нет суда, и видел, что нет человека, и делился, что нет заступника. И помогла ему мышца его, и правда его поддержала его. И он возложил на себя правду, как броню, и шлем спасения на главу свою, и облегся в резумщение, как в одежду, и покрыл себя ревностью, как плащом. По мере возмездия, по этой мере, он воздаст противникам своим яростью, врагам своим местью, островам воздаст должное. Более шести столетия эти слова печатают и говорят, произошла измена. Измена, самое первое, это в сердцах людей. Не надо, вот сейчас все так делают, никогда не говори эти слова. Ты и Бог, мы двое. И на суде Божьем никто ни за кого не заступится. А вот меня так сказал там их архиерей, или сказал президент. Не это важно, важно, что сказал Господь. Перешел нищие и щеновеческие условности, чтобы не было измены. Внутри нас заложен этот закон. Поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобою. Это очень даже легко запомнить. Плащ Еремея 4.4 Язык грудного владельца прилипает в гортание его от жажды. Дети просят хлеба, и никто не подает им. Вот какое страдание было в этом богоизванном народе Израиля. И только за отступление. Если бы они не отступили от Бога, не стали приносить жертву лживым богам, соседних народов, никогда бы это не постигло. Господь говорит, сказал на виду, а люди покаялись. И больше этого не будет. Бог говорит, переменю. Даниила 5.6.9 Тогда царь изменился в лице своем. Мысли его смутили его. Связи чресла его ослабели, и колено его стали биться одно другое. Сильно закричал царь, чтобы привели обаятельных халдеев и гадателей. Царь начал говорить и сказал мудрецам Вавилонским. Кто прочитает это написанное и объяснит мне значение его, тот будет облечен в багряницу и золотой цепью. Золотая цепь будет на шее у него, и третьим властелином будет в царстве. И вошли все мудрецы царя, но не могли прочитать написанного и объяснить царю значение его. Знаете, когда царь развеселился, наложился, тогда сказал принести сосуды, которые из храма Божия. Зачем им это надо было? И вдруг какая-то кисть руки начинает писать. И были которые люди разгадывали, а здесь никто не говорит. Мене, мене, те кого парсим. Ты взвешен на весах и найден. Очень легким. И кто это разгадал? Сын Божий. Даниил. Даниил переводится Судья мне Бог. Из трех слов. Чтобы знали, у кого родственники Даниил. Судья мне Бог. Все. Осия. Пять, семь. Или Осия. Тут не знаю, как удаление. Господу они изменили, потому что родили чужих детей. Ныне новый месяц поест их с их имуществом. Вот человек там занимается спортом или путешествием. Ну что-то делает журналист. А к Богу душу хоть одну привел. Ну ты хотел, чтобы радость была у тебя в доме. Радость. Издалека вернулся. Потеря не нашелся. А эти речь идет о небе. Если душа какая приходит к Богу, и бывает радость, а в едином грешники покажутся на небесах. Почему об этом-то нам с детства никто не сказали? Я как вспомню, в 23 года первый раз я увидел Библию в глаза. И не вернуть ничего нельзя. Ну, Бог продлил жизнь. 60 лет на той неделе было. 27 сентября. Как Игорь. Галатом 4,20. Не утомитесь, потому что сгодится. Это должна быть константно, ровно. Господь мне это сказал, и буду выполнять. А так. Так это противоречит закону. Где? Если противоречит, то превалирует, превышит всего божественный закон. Хотел бы я теперь быть у вас, изменить голос мой, потому что я в недоумении о вас. Это апостол Павел пишет. Они обратились, а потом засомневались, пришли еретики, стали говорить. Ну, по сегодняшним моментам можно так же сказать это. Я не узнаю, кто вы такие. Были какие. Вот идет ученик один, посал его там, что сыновки какие-то делали из какой-то пальмовых листьев. Вернулся он, идет дорога, и с ним евреи один. Разговорился. А этот-то молодой послушник. Вот как уверовал этого Христа? А Христос это не тот обещанный Мессия. Ты знаешь это? Нет, Христос, который был здесь, это не Христос. Это просто Иисус Сын Плотника. Он говорит, может быть и так. Когда вернулся, а там сисои и кто, не разговаривается, он здоровается, он голову отворачивает. Он ничего понять не может. А, это я пришел. Твой ученик. Наконец он становится, кто ты? Ученик, да я не вижу, черная головешка. Ты предатель. Как? Ты дорогой с кем разговаривал? С евреем. Вот телевизор работал. И что ты сказал, когда он сказал, что Христос это не Искупитель? Может быть и так сказал, да? Это же прямое отречение. Заплакал, давай молиться. Из него черный дым как повалил, как у нас избавили не бывает. Сатана уже внутрь зашел. Одно предложение. Может быть, даже сомнительно так. Даже не утверждал. Уже отрекся. Будьте очень осторожны, когда речь идет о Царстве Небесном, о жизни во Христе, о вере Христовой и православной. Не знаешь, ты ли спроси? Иаков 3, 1, 18. Послание Якова настолько сильное, настолько полезное, что Мартин Лютер, когда переводил, он его вообще выбросил на послание. А почему? Он был монах. Но монах обещали быть моной, а один. А он женился на монашке, 6 детей еще ложил. И потом это послание выбросил просто. Матя Яковлев, Лютеране. Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергаемся большему осуждению. И во всем мы многое согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенно, могущий обуждать их все тело. Вот мы влагаем удела в рот коням, чтобы они повиновались нам и управляем всем телом их. Вот и корабли, как невелики они и как несильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий. Так и язык. Небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. И язык – огонь, прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что воскресняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляемый от гиены. Вот как. От гиены – язык. И все вокруг воспаляется. Ну, учить жене не позволяем не властвовать над мужем, но быть безмолвом. Выполни вот это, и тебе уже от царства небесное откроется. Покажи пример другим женам, молодым и старым. Ибо всякое естество зверей, птиц, пресмыкающихся и морских животных укращается и укращено естеством человеческим. А язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен снегтоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклядаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно братьям и сему так быть. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Не может братьям и смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоклы. Так же и один источник не может изливать соленую и сладкую воду. Мудрый ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой укротностью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, не сходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Но земная, душевная, оказывается, и бесовская на одновременно. Ибо где зависть и сварливость, там не устройство и все худое. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых кладов, беспристрастна и нелицемерна. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Вот как мы обновили свои знания насчет языка. 1 Коринфян 8, 2-3. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. Не от профессоров, а от Бога. Можно день и ночь учиться и ничего не соображать. А Господь, бывает, совершенно берет слепого и покажет и расскажет тебе дорогу. Слепцов умудряет Господь особо. 11-16. Второе коринфер, да? Первое. А может быть и второе. Ну почему я это написал? Первое. 11-16. Ну нет, нет. Ну даже и второе. Виноват, простите. Закладно побожеснется. Еще скажу. Не почти кто-нибудь меня неразумным. А если не так, то примите меня, хотя как неразумного, чтобы и мне сколько-нибудь похвалиться. Видишь как. Вот апостол Павел. Ученый был. Таких ученых рабинов не так и много было. Но кем он стал, это единственный случай мировой истории. 27 книг Нового Завета. 14 из-под его пера вышли. Так это сохранились только. Послание на детей только узнали, что потеряно. Второе. Тимофея 1.15. Ты знаешь, что все российские оставили меня, в числе их Фигел и Ермоген. Оставили. Вот сейчас вы сказали, апостол Павел принимает только тех, кто пешком приходит к нему. Но остановился вы где-то. Я не знаю, бы до Барнового дошел, наверное, пешком, чтобы побыть рядом, послушать, задать вопросы. Оставили все это прямо, мы считаем об этом. Второе Коринфея 11.26. Много раз было в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойника, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями. Лже-братьями. Лже-братьями. Братьями называется, ходят, вместе причащаются. И он, апостол Павел, просто поставил клеймо на веке. Лже-братья. Почему? Не о деле Божьем заботиться. Как они завидовали ему. Сколько людей обратилось. Сколько общих. От зависти, говорит, предали его. Иоанн. Иоанн Гератлианов 6.16. 6.67. Вот интересно. Три шестерки встречаются. Единственный раз. 6.66.67. С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Тогда Иисус сказал в 12-ти. Не хотите ли и вы отойти? Видите как. Когда стал говорить о причастии, о теле Господнем, об искуплении. Один за другим пошли. Дорогой шла, ничьи разговаривали. Все. За кем пошли? Что он говорит? А найти причин много. Ну, какой у него стаж? Дальше. Я их 3-4. Еще несколько месяцев, ребята, прочитаю. И что вы мне, Тири, Сидон и все округи филистинские. Хотите ли воздать мне возмездие? Хотите ли воздать мне? Легко и скоро я обращу возмездие ваше на голову ваше. А это Бог говорит. Против Бога. Библию считаем, никому мы не нужны. Я вот прочитал, что есть страны, где за Библию, что читаешь, можешь лишиться жизни. Ну, первое предупреждение. Как на лапшу разрежут пальцы. Посыпят пеплом, чтобы не заживало. Вот такой вот есть. Листал я ее? Листал. Люди, которые признают, что есть Бог. Книга Иова, 13.5. Перед Псалом. Я плохо вижу здесь. 13.5. О, если бы вы только молчали, это было бы вменено вам в мудрость. Вот так. А Ева, 2 глава, с 11 по 13 стих. Когда Бог поразил его проказы, а Сатана выпросил его, Бог похвалился, видел ли такого праведника. А разве он зря такой, ну, все идет, как надо, и дети. Детей отнял, убил Сатана. Бог допустил это. А дальше, совсем непонятное. Ева, 2 глава, 11, 13 стих. И услышали трое друзей Иова о всех этих несчастьях, постигших его. И пошли каждый из своего места. Ильфас, Феманитянин, Вилдар, Семь, Фьянин, и Сафар, Номитянин. И сосли, чтоб идти вместе, сетовать с ним и утешать его. И поднял глаза свои издали, они не узнали его. И возвысили голос свой, и зарыдали. И разограв каждый верхнюю одежду свою, и бросали пыль над головами своими к небу. И сидели с ним на земле семь дней и семь ночей. И никто не говорил ему ни слова. Ибо видели, что страдания его весьма велико. Ну, когда посидели в больнице или где-то семь дней сидеть. Я вот это понять не могу даже. Как? Что они думали? Что говорили? Что он от них ждал? Никто ничего не говорил. Только сидели, плакали, пыль бросали над головой. Он был богаче всех людей, которые там были. 4, 1, 5. И отвечал Елефас. Февронитянин и сказал, если попытаемся мы сказать к тебе слово, ты тяжело ли будет... А, не тяжело ли будет тебе? Через неделю заговорили. Впрочем, кто может возбранить слово? Вот ты наставлял ноги и опустившиеся руки поддерживал. Падающего восставляли слова твои. И гнущийся колено ты укреплял. А теперь дошло до тебя, и ты из него коснулась тебя, и ты упал духом. Вот такое тоже говорил. А вот когда тебя коснулось, это ты как? Это все такое было. Книга Ева считается на уровне сбытия древнейшая. До закона Моисеева еще было. И теперь они три друга, такую даль шли. Почему они стали на него нападать-то? Они знали о правде, но стали говорить, такого грешника нет, как ты. Бог справедливый. Ты почему думаешь, что Бог не справедливый? А то, что Бог разговаривал с сатаной, отдал его, чтобы показать еще большую святость его, никто про это не знал. И дальше они начинают упрекать его. И 38.1.2. Господь отвечал, и у Избурья сказал, кто сие врачающее проведение словами бессмысла? Тут появляются новые фигуры. 32 глава, 1-5 стих. Еще один к ним пришел. Вот тут сейчас мы увидим, как спотнулись. 32, 1-5. Когда те три мужа перестали отвечать Иову, потому что он был прав в глазах своих, тогда восплылал гнев Ильюя, сына Варахиева, Вузитянина из племени Рамова, восплылал гнев его на Иова за то, что он оправдывал себя больше, нежели Бога. А на трех друзей его восплылал гнев его за то, что они не нашли, что отвечать, а между тем обвиняли Иова. Ильюю ждал, пока Иов говорил, потому что они витами были старше его. Когда же Ильюю увидел, что нет ответа в устах тех трех мужей, тогда восплылал гнев его. Кто он такой? Я разговаривал с разными сектантами, и все говорят, это Сын Божий явился, сказал. Ян Златоуст говорит, это я грубый безбожник, совершенный. Вот такое разнотолкование. Я заново начал читать, я тоже читал, не понимал. Он говорил правильно, мне казалось. А теперь уже под влиянием Златоуста я стал читать и вижу, сколько он неправды сказал. Господь опровергнул и говорит, кто сей палом омрачающих невидений? Он говорит, шесть глаг. Ни один из них столько не говорил, он говорил непрерывно все. Вы ничего не знаете, я вам заплачу, я покажу. Бог прав, а он не прав. Ну и с чем это закончилось? У Сярахова, у нас нет этой книги здесь, 11.304 написано. Посели в доме твоем чужого, и он расстроит тебя среди твоих, и сделает тебя чужим. Константы нет. А как сделать, если чужой где-то? Проверь, чтобы был не чужой. Потеснись, прими. Когда я приехал в Сибирскую область, ну где-то жить-то надо. И один меня пригласил в город Искитима. А у него 10 ребятишек. Я спрашиваю, а где ты, я буду ложиться, он говорит, на кровать. А кто на ней вчера спал? Я. А ты где, я на полу? Вот как Господь делает. Конечно, я там не остался, ушел, но пример остался на все время. Не надо бояться, что места не будет. Будет человек, который истинно верующий, и ты ничего не имеешь против, ну немного придется потесниться. А с чем же мы явимся перед Богом? И научившись это делать, передать все детям, чтобы эта наша константность была неизменная, ровная. Богу нашему слава. Во веки веков. Аминь. Аминь. Правиль.